Вокруг нас море информации и людей, которые пытаются заставить нас думать так, как им выгодно. И возникает вопрос, как сохранить свои мысли в чистоте? Апостол Павел в своем письме к филиппийцам, отвечая на подобный вопрос, говорит, «Не тревожьтесь ни о чем». Интересно, когда вы читаете синодальный перевод, там говорится «не заботьтесь». И многие лентяи используют эту фразу, чтобы оправдать свое бездействие. И тем не менее, в более точном переводе используется фраза «не тревожьтесь». «Не тревожьтесь ни о чем». Но в любом случае, в молитве и прошении, с благодарностью открывайте свои желания Богу. Открывайте свои желания Богу. Какие желания? Как их открывать? В молитве, конечно же. Все ли желания? Или фильтровать? Хорошие для Бога, а плохие для друзей, для еще кого-либо. Нет, говорится «все желания». Все то, о чем вы думаете. Все то, что лежит в вашем сердце. Все то, о чем вы размышляете. Все нужно говорить Богу. И вот результат. Читаем дальше. Тогда мир Божий, мир, который выше человеческого понимания, сохранит во Христе Иисусе ваши сердца и ваши мысли. Так какой же результат нам нужно ожидать, когда мы открыто рассказываем все, что у нас на сердце? Да, тогда Господь будет работать в нашем сердце. Тогда Господь будет изменять нас. Псалмопевец говорит. Господь пусть будет радостью твоей и даст Он тебе, что сердце твое пожелает. Если мы будем радоваться Господом, если мы сделаем хотя бы первый шаг к Нему, тогда Он заполнит нас целиком. И тогда наше желание будет совпадать с Его волей. И тогда все то, чего мы будем желать, будет исполняться. Потому что этого будет желать и Бог. И мы будем счастливы. Мы будем чистыми. И сегодня, когда самые разные мысли лезут в нашу голову, только много соблазнов. Порой просто хочется жить. Жить, наслаждаясь, не переживая, не думая. Порой ты смотришь в будущее. И столько вопросов, нерешенных вопросов, и которые нужно решить как можно скорее. А хочется просто жить. Господь говорит, не переживай, не беспокойся. Просто встань на колени, поговори со мной. Расскажи, какие у тебя вопросы. Расскажи, о чем ты думаешь. Расскажи, что тебя тревожит. Просто поговори со мной. И тогда, тогда мир Божий придет к тебе. Апостол Павел добавляет. И еще скажу вам, братья. Пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно. Что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения. Тем, что во всех отношениях хорошо и похвально. Да благословит вас Бог. Аминь.